Привет, Cover Project! Я архитектор Алексей Шибаев. Сегодня мы с моим партнером Александром Аверкиной покажем вам наш новый проект двухуровневые апартаменты в ЖК Вайнхаус. Мы находимся в центре Москвы на острове Балчик в реконструированном здании бывшего завода шампанских вин «Карнет». Это здание было построено в конце 19 века. Мы хотели создать в нем интерьер вне времени и решили вдохновиться конструктивистами начала 20-х годов. Заказчики этого интерьера очень интересные люди. Они разбираются в искусстве, дизайне. Они, когда к нам пришли, знали многие достаточно неизвестные в широких кругах бренды. И, мало того, даже дизайнеров какой-то мебели они тоже знали. Например, диван Патресио Ркиулы или настольную лампу братьев Кастильоне. Главным интерьерообразующим элементом стала лестница, которая изящно огибает перегородку с круглым окном. И уже придумав этот элемент, мы отталкивались дальше, создавали весь объем. Изначально заказчики пришли с запросом на классический лофт, красный кирпич, графичные элементы, темный потолок. Мы стали работать в этом направлении, но потом задумали, зачем же делать в лофте лофт и полностью пересмотрели концепцию. Так родилась идея монохромного интерьера. Поскольку мы находимся в здании культурного наследия, фасадные стены мы не могли трогать. Красный оттенок кирпича нас все-таки не устраивал, поэтому мы слегка затонировали его в общую гамму интерьера. Заказчик изначально представлял все стены в своем лофте кирпичными, поэтому было придумано интересное решение в виде рельефного панно гостиной. Стены сделаны из двух видов кирпичей. Первый положен классическим образом. Это три нижних ряда, они положены горизонтально. Основной объем мы пилили по диагонали и ставили вертикально ребром. И верхний ряд сделан из узкого голландского кирпича, который стоит вертикально. Эту рельефную стену мы выкрасили в тот же цвет, что и все обычные стены, что и потолок, так как нашей задачей было успокоить все сложные элементы интерьера благодаря одному единому цвету. Вообще двухуровневый объем вышел достаточно насыщенным по своим функциям. Заказчики хотели, чтобы в квартире работал каждый сантиметр, поэтому у нас получилась такая конструкция, в которой каждая панель открывается и имеет какой-то свой функционал. Также все утилитарные вещи в этой квартире могут прятаться, закрываться перегородками. Кухню мы можем закрыть раскладными перегородками. По такому же принципу у нас закрывается макияжный столик на втором этаже. Ну и весь второй этаж мы можем закрыть перфорированной перегородкой. Общая площадь квартиры 70 метров. Основным пространством является большая двухсветная гостиная, которая у нас получилась в форме правильного куба. Высота потолков в этой зоне около 5 метров. Вторая часть квартиры – это двухуровневый объем, который насыщен всеми основными функциями квартиры. В нем у нас находится и прихожая зона, и гардеробная, небольшой санузел с душевой, и постирочная зона. Также кухонный холодильник с духовым шкафом и полностью закрывающаяся кухня. Спальня представляет из себя открытое помещение, которое мы можем перекрыть перфорированными ставнями. Просторная кровать находится на подиуме. Напротив нее расположилась ванная, раковина и косметический столик, который мы можем закрыть. Один из запросов клиентов была ванна-спальня. Достаточно нестандартное решение, которое нам было интересно реализовать. С доставкой ванны на второй этаж нам пришлось повозиться. Хорошо, что у нас есть двутавры на потолке, которым мы смогли закрепить специальные каретки, на которых мы подняли ванну и закатили на второй этаж. Блоки кондиционеров спрятаны у нас за панелями шкафов. Видимыми остаются только щели притока, интегрированные в щели шкафов. Центром гостиной стал камин. Нам очень повезло, дымоход уже был предусмотрен застройщиком. Нам оставалось только установить топку и подключиться к дымоходу таким образом, чтобы у нас над камином еще влезла стеллажная система. Каминный портал у нас выполнен полностью из травертина и идет в монолите вместе с подиумом, который практически пронизывает всю квартиру, переходит под оконник. Подробную планировку смотрите в телеграм-канале Cover Project. Интерьер почти монохромный, но за счет того, что мы использовали здесь большое количество материалов, металл, дерево, натуральный травертин, букле, он получился достаточно характерным. Поскольку пространство маленькое, у нас не было права на ошибку, и любые 5 сантиметров сдвижки очень сильно влияли на наш объем. Если бы наша кирпичная стена сдвинулась, поплыл бы размер кухни, а дальше за ней поплыл бы размер коридора, это бы перешло на лестницу, и так бы не сросся весь двухуровневый объем. Забавно, что эти заказчики изначально показали нам антиреференсы, картинки, которые как раз показывали, как делать точно не нужно, и вот это их был главный запрос. У них было не так много вопросов, но один из них был, что они хотели использовать сантехнику Чея, а на полу хотели увидеть керамогранит Мутина. Нам было самим интересно использовать такой керамогранит. Мы остановились на коллекции Folded. Интересно, что ее придумывали путем сгибания листа разными способами и отпечатывания его на керамогранит. Тактильно это приятный материал за счет рельефа и его шероховатости, по нему очень приятно ходить босиком. Диван один из наших любимых предметов. Он достаточно объемный, но за счет того, что он невысокий, разбит на сегменты, и мы подобрали оттенок, который максимально близок к общему цвету интерьера, он не выделяется и прекрасно вписывается в такой активный фон, который есть сзади него. На первый взгляд может показаться, что здесь нет обеденного стола. Так и есть. Клиенты сразу сказали нам, что не хотят видеть обычный стол со стульями, поэтому мы разработали небольшой низкий стол, который приставили к окну. Мы специально сделали его таким массивным, с крупными ножками, чтобы он являлся доминантой этой зоны. В качестве лавки мы используем подоконник, положив на него мягкие подушки, а также, как дополнительные места, у нас есть несколько пуфов. Несмотря на свою лаконичность и простоту, это достаточно сложный проект с множеством узлов и деталей. Мы гордимся, что нам удалось его реализовать в том виде, в каком мы его задумали, и вся команда сработала отлично. Мы очень горды этим интерьером. Он получился монументальным, скульптурным. В нем много фактуры, много интересной мебели. Считаем, что он получился вне времени.